Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня мы с вами поговорим об основных этапах ухода за виноградником. В общем-то, виноград от А до Я, от момента посадки. И дальше. Единственное, на что я хочу обратить ваше внимание, что, конечно, надо набраться терпения, поскольку таких этапов у нас все-таки достаточно много. С другой стороны, в данном видео мы их будем рассматривать с самой основы. Потому что каждая из этапов, каждая работа на винограднике, у нее есть свои нюансы. И по каждой из этих работ у нас есть отдельное видео. Более того, каждый сезон, когда настает время тех или иных работ, я еще раз об этом напоминаю. Напоминаю, я еще раз это показываю на практике, чтобы вы все это видели и вам это легко было освоить. Ну а теперь переходим к основной теме нашего видео. Первый этап – это посадка. И посадка, конечно же, начинается с выбора места. Желательно выбрать максимально тепленькое, максимально освещенное место. Но не всегда у нас есть такая возможность. Если где-то там попадает тень, вы просто при выборе сортов смещаете акцент на более ранние сорта. Ничего страшного, если немножко тень будет попадать. Понятно, что не полностью. И желательно все-таки максимально освещенное, максимально солнечное. Но по нашим возможностям. Дальше, что нам важно учесть при посадке – это глубину. И она будет зависеть от того региона, где вы высаживаете. Общее правило – чем теплее, тем глубже мы можем садить. Глубина посадки. У нас у саженца есть место, откуда отрастают корни. Это называется пятка. Приблизительно в пакетике это уровень середины. И вот эта вот середина, вот эта самая пятка должна быть на глубине 25-30 см. Я рассказываю про наши условия, условия в Беларуси. При этом, если почва легкая и песчаная, можно садить чуть глубже. Если почва тяжелая и глинистая, мы садим чуть выше. Вплоть до того, что если совсем тяжелая и глинистая почва, то можно даже садить сантиметров 20. Этого будет достаточно. Дальше еще один важный момент. Вот у нас есть зеленый побег. У меня он низко расположен, он мог быть вот здесь. Идти из верхней почки. Чтобы нам подстраховаться, очень хорошо, если этот побег на пару почек в итоге окажется под землей. Смотрите, укладываю лопату. Фактически, вот я его вертикально выставляю. У меня получается одна, две, почти три почечки. То есть, все получается идеально. Если, допустим, была бы сверху, можно чуть-чуть вот так вот в ямке саженист наклонить. И еще один очень важный момент. Неважно, какой сажениц вы садите. Закаленный, незакаленный. Мы ставим дужки. И на две недели прикрываем спонбондом. А так вы на две недельки прикрыли. Создали там микроклимат. Саженцу будет хорошо, комфортно и легче адаптироваться. Прикрываем, ну и уже дальше чем угодно. Можно земелькой тут подсыпать этот спонбонд, можно камушками. Готовить или не готовить место посадки. Такая тоже спорная тема. В ближайшее время мы рассмотрим ее отдельно. Здесь кратенько скажу. Лучше готовить. Чем лучше вы подготовите, тем лучше будет расти ваш молодой куст винограда. Если мы виноград высаживаем рядами. Как располагать эти ряды и как располагать шпалерой. Идеально с севера на юг. Но так бывает не всегда. Не всегда наши участки располагаются строго по сторонам света. И понятно, что наискосок высадить вряд ли будете. Поэтому смотрим по возможностям. Наша задача сделать так, чтобы виноград был максимально возможно освещен в течение дня. Следующий этап зеленой операции. Это все работы, которые мы проводим с зелеными частями растений. Они включают в себя. Первое это подвязка. Я думаю, что здесь все просто и пояснений не требует. Второе это работа с пасынками. Здесь на самом деле тоже все просто. Что такое пасынки? Это вот такие побеги. Здесь маленькие, которые развиваются из пазухи листа. Они еще только-только начинают появляться. Где-то побольше, где-то поменьше. Один из советов, которые вы можете услышать, это эти самые пасынки выламывать. Но стоит ли это делать? Вот смотрите, здесь достаточно хорошо видно основной побег. Вот он. Вот наш пасынок небольшой. И вот почка. Это почка, из которой на следующий год появится вот такой побег и будет плодоносить. И анатомически эта почка больше принадлежит не вот этому побегу, а вот этому пасынку. И именно вот этот пасынок, его рост будет влиять на вот эту самую почку. Как она будет развиваться и как в дальнейшем будет развиваться из нее побег. Выламывая пасынок, мы значительно уменьшаем питание этой почки. И может ей поступить сигнал, что ей надо расти. И она начнет распускаться раньше времени. Соответственно, выламывать пасынок мы не выламываем, а прищипываем ему верхушечку, точку роста. За каким листом. Самая частая рекомендация, два листика оставляем. Потому что все-таки они дают какое-то питание. Они вроде как в таком количестве не мешают. Они влияют на ту почку, которую я вам показывала. То есть все хорошо. И третий этап зеленых операций это нормировка. И эта самая нормировка делится на две части. Нормировка зелеными побегами и нормировка урожая. И конечно, вот эта операция, вот эта работа на винограднике часто вызывает у молодых виноградарей непонимание и сложности. Вот здесь чуть-чуть я остановлюсь поподробнее. Для чего вообще это нужно? Дело в том, что виноград, в общем-то, как и многие другие растения, нацелен не на то, чтобы дать вам самую вкусную, самую сладкую, самую красивую ягоду. Любое растение, оно нацелено на размножение. Ему все равно, какая будет ягода, ему важно, чтобы косточки кто-то скушал, и эти самые косточки расселись. Все, важно размножиться. И растения понимают, что они часто растут не в самой благоприятной среде. Поэтому они всегда закладывают запас. Запас почек, запас побегов и запас урожая на случай каких-то природных катаклизмов. У нас же с вами цели отличаются от целей виноградной лозы. И мы хотим получить самый вкусный, самый сладкий, самый красивый урожай. Именно для этого мы и проводим нормировки. Что они в себя включат? Нормировка зелеными побегами. Мы просто удаляем побеги лишние. И вот тут, конечно, у вас вопрос. А как понять, что эти самые побеги лишние? Вот здесь важно понять принцип. Потому что кто-то считает, что надо оставить вот столько-то побегов, вот столько-то. Но каждое растение индивидуальное, каждое растение по-разному развивается. Если вы поймете принцип, то для вас это будет абсолютно легко. И вот для того, чтобы его понять, все, что вам надо, это наблюдать. Итак, у нас с вами молодой куст. Третий год, два рукавчика. Вот тут у нас нулевой кустик. Два рукава. Первое, что мы делаем, это убираем все почки, которые находятся ниже проволоки. Просто их выламываем. На втором рукаве тоже снизу все выламываем. До уровня проволоки. Следующий этап. Убираем двойнички. Ну вот здесь конкретно двойничков нет. Покажу на другом побеге. Вот, вот что такое двойничок. Два побега. Из одного места растут. Бывает три. Значит, более слабые убираем. Смотрите, раз, два. Все, убрали. Следующим этапом мы убираем побеги неудобно расположенные. Смотрите, вот про этот побег я еще расскажу отдельно, почему мы его оставили. А дальше, смотрите, вот растет в сторону, неудобно. Этот растет хорошо. Дальше. Растет в сторону, неудобно. Убираем. Растет в сторону, неудобно. Убираем. И в конце, там тоже непонятно что, тоже его можно убрать. То же самое делаем и здесь. Вот этот растет удобно, этот внутрь растет неудобно. Мы его убираем. Дальше удобно. Здесь у нас побега нету. Здесь есть. Ну и здесь крайний тоже непонятно. Маленький пока что можно оставить. А дальше посмотрим. Значит, вот так мы делаем предварительную проломку, предварительную нормировку. Приблизительно расстояние между побегами должно быть от 10 до 15 сантиметров. Здесь кустик молодой. Можно сделать больше. Будем смотреть, как дальше будет все это развиваться. И теперь наша задача наблюдать, как будут расти эти побеги. То есть, возможно, мы уберем что-то еще. Если мы видим, что какой-то побег отстает в росте, растет он неправильно, как-то плохо, значит мы его будем убирать. Но это со временем. Пока что наблюдаем. Смотрите, на другом кусте уже видно, какие побеги будут плодоносить. Видно, что появились гроздочки. Значит, мы еще убираем и неплодоносящие побеги. Они нам не нужны. Они только будут занимать лишнее место. Вот так должен выглядеть хорошо растущий побег. Видите, тут и грозди красавицы, и верхушки загнутые. И тоже обратите внимание. Раз, два, три, четыре, пять побегов. Большие и красивые такие. Сантиметров по 50. Дальше, смотрите. Раз, два, три. Маленьких. И четвертый побольше. Разницу, видите? То есть, вот эти побеги, они растут плохо. Да, с одной стороны у них еще закрученные верхушки. Но разницу в росте. Мы видим, насколько они отстают. При этом, видим, что там, да? Там и грозди, там вообще красота. То есть, вот такие побеги мы убираем тоже. Они нам не нужны. А вторая часть, это нормировка урожая. Как я уже говорила, не только побегов, но и урожая, виноград закладывает больше. Поэтому все, что нам нужно сделать, это убрать лишние грозди. Мы рекомендуем делать это после опыления, когда уже понятно, где у нас есть ягодки, где нет. Насколько действительно будет эта самая нагрузка урожаем или не будет. И здесь тоже простое правило, это наблюдение. На что же нам надо обратить внимание? Я вам назову несколько факторов, но их всех надо рассматривать в комплексе. Первое, это, конечно же, возраст куста. Чем куст старше, тем больше нагрузку он может вынести. За некоторым исключением. Следующая, сила роста. Насколько куст вообще себя хорошо чувствует. Пример, вот это куст на второй год. Посмотрите, как у него замечательно развивается лоза. Вот это тоже кусты второгодки. И вот у них там уже завязывается урожай. И вот этот крайний кустик. Ему лет 5 или 6. Да, в этом году он наконец-таки пошел в рост. Но не сравнить с тем, что я вам показала в предыдущих кадрах. Следующее, на что нам следует обратить внимание, это размер грозди. Смотрите, вот эти аккуратненькие грозди. Это реформ. Максимальный вес грозди в созревшем состоянии где-то грамм 260. Ну, может быть, если очень разогнать, будет до 300. И закладывает он таких грозди. Две, иногда три. Поэтому нагрузка абсолютно небольшая. При этом, смотрите, я отойду подальше. Вот это все его лозы. То есть его нормировать абсолютно не следует. Он и так этот урожай прекрасно вытянет. С другой стороны, у нас есть Аркадия, которая легко выдает грозди больше килограмма. Максимальный размер грозди у нас был 1,6 кг, в среднем где-то 1,4 кг, 1,3 кг. И здесь тоже, смотрите, две грозди на побег. Но мы понимаем, что две грозди по 200-300 грамм и две грозди по килограмму и более – это разные грозди. Следовательно, крупноплодные сорта нам нормировать нужно обязательно. Когда же нам надо проводить нормировку урожая? Вот, смотрите, это реформа. Я реформу, конечно, никогда не нормирую. В этом нет необходимости. Но на примере показываю. Здесь уже ягодка потихонечку начинает наливаться. Мы видим более крупные ягодки. И уже понятно, как прошло опыление. Ну, реформа всегда опыляется нормально. Причем, видите, колпачки не опадали. Но это ему никак не мешает. Он прекрасно может опыляться без всего. Вот, здесь тоже, смотрите, да, большие грозди. Но пока не ясно, что с этими гроздями будет вообще. Это Запорожский. Шикарно цвел, но, к сожалению, град был. Был град, и тут и грозди побиты, и в самое цветение все это попало. Тут и пыльца смывалась. Поэтому тоже здесь пока непонятно. И спешить не стоит. Вот, уже на этой гроздочке более-менее что-то вырисовывается. То есть, видим, да, есть более крупные ягодки, есть более мелкие ягодки. Ну, что-то более-менее понятно. И, в принципе, можно начинать нормировку гроздями вот в таком состоянии. Но можно подождать еще несколько дней. Когда вы точно будете уверены, где у вас хорошие гроздья, а где не очень. Конечно, дождаться вот такого состояния тоже не стоит. Во всем должна быть разумная мера. И теперь кратко пробежимся по всем пунктам. Куст молодой, куст двухлетка. В прошлом году выращен из черенка. Ягода небольшая, гроздь небольшая, сила роста замечательная. Пока все остается как есть, и такой куст в нормировке не нуждается. И вот этот кустик, который я вам показывала, которому несколько лет, но он достаточно слабенький. Тут из трех побегов у нас плодоносный только один. Верхняя гроздочка, судя по всему, никакая. Ну, а нижняя чуть получше. И, конечно, мы из них оставим только одну нижнюю. А верхнюю, слабенькую, такую вот сейчас открою листики. Покажу. И ее уберем. То есть на таких слабых кустах, независимо от возраста, мы оставляем по одной грозди, а может быть даже вообще одну на весь куст. Следующая. Кустику лет пять. Но, смотрите, сила роста. Вот крайний побег его. Вот такой самый большой. В принципе, там и пасынки хорошо идут. Остальные поменьше. Дальше смотрите, на что мы еще обращаем внимание. На верхнюю часть побега, коронку. Если коронка загнута, это говорит о том, что рост у побега продолжается. То есть вот этот побег, он у нас растет. Смотрите, вот этот побег маленький. И у него коронка распрямилась. То есть здесь рост остановился. При этом смотрим на этот побег. Смотрите, раз гроздочка, два гроздочка. Но такую нагрузку он не вытянет. И если у вас на кустах, например, все побеги приблизительно вот такие, то убирайте урожай, оставьте вообще самый минимум. Можно загубить куст. То есть смотрите, здесь мы гроздь убираем. Если бы у нас такой побег был один на весь куст, и при этом все остальные побеги большие, здоровые, красивые, то одну гроздь на таком побеге можно оставить. Но если вот и остальные так себе не очень, значит здесь мы обе грозди убираем. Уже сам этот побег мы оставим. У него есть зеленая масса. Пусть эта зеленая масса немножко помогает соседним побегам. Но здесь вам такая маленькая подсказка. Один побег в среднем может вынести нагрузку в килограмм ягод. Если у вас крупноплодные сорта, ну это есть в описании, Аркадия, Преображение, там могут быть и по полтора, и по два килограмма грозди. В таком случае у некоторых сортов даже три килограмма гроздь может быть. Это реально в условиях Беларуси. Вполне. Так вот, в таких случаях мы оставляем грозди по одной на побег, через побег. И тогда у нас все складывается, и мы получаем хороший урожай, при этом не мучаем куст, и сам куст тоже будет хорошо развиваться. Подкормка. Здесь сломано множество копий. Кто-то считает, что виноград кормить не нужно вообще. Вот там же у кого-то он растет и ничего с ним не делают. Кто-то считает, что лоза должна страдать. И вот для того, чтобы ответить на вопрос, нужны подкормки винограду, либо нет, стоит вспомнить простой закон физики. Энергия никуда не девается, и ниоткуда не появляется, она переходит из одной формы в другую. Мы с вами что хотим? Получать урожай, правильно? Растение его производит, мы его забираем, а что взамен? Взамен ничего. И, соответственно, оно будет истощаться. И к вопросу о том, что вот где-то что-то растет, да, бывает, если растет один куст, никто ему вокруг не мешает, у него нет конкурентов, да, постепенно его корешки распространяются на огромное расстояние, он добывает себе еду. Если мы выращиваем любое растение на ограниченном участке, где вокруг конкуренты, они борются за эту еду. Ну, кто успел, тот и съел. Мы урожай забрали, все забрали, земля истощается. А чем подкармливать? Это уже на ваш выбор. Кто-то кормит минеральными удобрениями, считает, что надо кормить только так. А кто-то кормит органикой, я скажу так. Мы кормим органикой. Нам так проще, нам так удобнее, мы так поддерживаем почву в правильном, хорошем состоянии и считаем это более эффективным, чем подкормка исключительно минеральными удобрениями. Следующее. Следующее – это борьба с болезнями и обработки. И здесь есть два важных момента. Растения подвержены заболеваниям, как и многие другие растения. И болезнь проще предупредить, чем излечить. Основная ошибка начинающих виноградарей, они считают, что ну, у меня же вот пока не болеет, значит, я ничего делать не буду. Вот это подход крайне неправильный, потому что в тот момент, когда растение заболевает, полечить его можно. Нет, на самом деле, все реально. И виноград – культура очень живучая. Но лечение гораздо сложнее, чем предупреждение этой самой болезни. И вот для того, чтобы виноград не болел, нам надо заблюсти уходовые вещи. Это и подкормки, это и нормировки, зеленые операции. Когда растение сильное, да, оно может и само бороться с болезнями и им противостоять. Даже если не полностью, то наши работы по предотвращению заболеваний сведутся к минимуму. Ну и, конечно же, профилактические обработки все-таки проводить нужно. Чем выбор препаратов широчайший? Мы можем использовать биологические препараты, мы можем использовать химические препараты системного действия, которые проникают в растение. То есть, вариантов много. Здесь я подробно не останавливаюсь, потому что тоже тема обширная такая. Много там можно чего обсуждать и рассуждать. Самое главное я вам уже сказала. Болезнь проще предупредить, чем излечить. И большинство препаратов, которые применяются на виноградниках, они как раз-таки направлены на профилактику, а не на лечение. Следующий важный момент это вызревание лозы. Что это такое? Когда наша лоза из зеленой, травянистой, начинает удревесневать, но становится такой желто-коричневый. Как правило, этот процесс должен происходить, ну, скажем так, автоматически. Но при неблагоприятных условиях, и в принципе, давайте говорить о том, что мы выращиваем виноград не совсем в тех зонах, в которых, ну, он как бы должен расти. Виноград очень сильно шагнул на север, поэтому в некоторых случаях нам надо помочь. То есть вам важно знать, что такое процесс. Есть, что этот процесс очень важен, что на него влияет. Все, что я сказала до этого момента, все уходовые вещи, они будут влиять на возревание лозы. И еще, калиевые подкормки, они способствуют вот этому самому возреванию. Не всегда их надо применять. Как правило, мы, допустим, их применяем на молодых кустах, после того, как куст входит в плодоношение, у нас особых уже проблем не возникает. Но, если вдруг в определенный момент вы видите, что никаких следов изревания нет, кустику надо помочь. Подробнее буду рассказывать в сезон. Следующий этап, который часто вызывает сложности у начинающих виноградарей, это обрезка и формировка. Обрезок есть великое множество. Формировок есть великое множество. Кто-то говорит, что надо делать только так. Кто-то говорит, что надо делать только так. Кто-то считает, что только с учками замещений и там только на такую почечку надо обрезать. Другие говорят совсем другое. И вот в этом возникает огромная путаница. Что здесь важно понять? Принцип. Так же, как я вам говорила, с нормировкой. Точно так же с обрезкой и формировкой. Если вы поймете принцип, а принцип здесь какой? Виноград закладывают плодовые почки на побегах текущего года. Ну, либо на однолетних побегах прошлого года. Здесь в зависимости от того, в какой момент мы это говорим. То есть, тот побег, который у нас рос лето, был зелененький, вызрел, одревеснел, стал желто-коричневым. Вот на нем в следующем году из его почечек появятся новые зеленые побеги, на которых будут заложены гроздочки винограда. Все. Вот это самое важное. Именно эти побеги нам надо оставлять на следующий год. И нет единственно правильной обрезки, нет единственно правильной формировки. Они все правильны и могут подходить для определенных целей, для определенных регионов и для определенных людей. Ну, кому-то проще, например, резать сучком замещения. Мы никогда не оставляем никаких сучков замещения. Мы считаем, что это, скажем так, лишняя заморочка и прекрасно все растет без этих самых сучков. Итак, вот у нас трехлетний куст, четыре рукава, смотрите, раз, два, три, четыре. Напомним, мы формируем со смещенной зоной плодоношения с системой нулевого куста. Отдельное видео по формировке есть, я вам оставлю ссылку под этим видео. Итак, теперь, вот на этом рукаве мы выбираем, то есть смотрим приблизительно середину куста. Приблизительно, где-то куда-то может что-то отклоняться, поэтому смотрим, как получается. И максимально близко к этой середине выбираем удобно растущий для нас побег и сильный побег. Ну, в данном случае здесь все просто, побегов немного. Вот он наш хороший растущий побег, вот наша середина куста, все за ним и все убираем. Вот эти побеги, которые растут до середины куста, тоже мы убираем. Единственное, что если вы формируете не с системой нулевого куста, а просто у вас сидит один вот этот куст, мы вот эти побеги потом пустим на ту часть шпалеры, а центр у нас останется пустым, поэтому в центре вы можете оставить какой-то побег на плодоношение, например, вот этот, смотрите, смотрите, он у нас идеально ляжет вот сюда, и вот эта часть куста у нас будет задействован, дальше там тонко обрежем приблизительно вот до сюда, вот как раз эта часть шпалеры будет рабочей. Если у нас растет только один куст, либо мы его выращиваем без смещенной зоны плодоношения, тогда обрезка выглядит чуть-чуть по-другому, вот здесь схема, то есть принцип остается тем же, но обрезаем ближе к центру куста, смотрите, на данном рисунке розовом я обозначила места, где мы отрезаем старые плодовые стрелки, синими стрелками я обозначила те побеги, которые у нас пойдут на плодовые стрелки на следующий год, а красными стрелками я обозначила те побеги, которые мы можем развернуть в центр, неважно с какой они будут стороны, справа, слева, это те побеги, которые вам удобно будет загнуть в обратную сторону, положить именно вот на эту самую середину куста, и в итоге у нас получается вот такая картинка, я специально лозы здесь обозначила зелененьким, вот то, что у нас пойдет на плодовые стрелки, и видите опять же розовыми стрелками то те побеги, которые у нас пойдут в центр. Значит, смотрите, вот этот побег, который мы оставляем на плодовую стрелку на следующий год, вот мы его приложили до края шпалеры, померили, ну дальше нам уже некуда его пускать, и все, здесь отрезали. И вот у нас вот это будет плодовая стрелка на следующий год, и из этих почек у нас пойдут лозы, на которых уже будет урожай. Вот смотрите, второй рукав, вот у нас есть побег, и вот у нас есть побег, вот этот уже слишком далеко, там второй куст сидит, поэтому мы оставляем вот этот, да, он не совсем к центру, но нам он удобнее, поэтому его оставляем, вот это убираем. так, по такому принципу мы обрезаем все четыре рукава, но смотрите, вот этот рукав, вот этот, тот, который мы порезали, и этот, вот этот сильно от них отличается, он такой тонкий, не совсем удачный, там один только побег такой, не сказать, чтобы очень сильный, и вот у нас есть побег от корня, и в данном случае нам лучше оставить вот этот побег хороший и мощный, и пустить его на плодовую стрелку, а в дальнейшем сформировать из него хороший, сильный рукав, чем оставлять вот этот слабенький, тоненький разницу, видите, ну вот этот с мой палец почти, и вот этот с мизинчик, вот так наш куст будет выглядеть весной, вот наша старая древесина, вот наши плодовые стрелки, а это еще и будущий рукав, сейчас лоза закаляется, потом с наступлением первых морозов мы ее укладываем на землю и укрываем, поэтому любая формировка правильная, любая обрезка правильная, вам только важно понять, что из этого подходит именно вам, для примера мы используем четырехрукавную веерную формировку, для нас она является самой простой, самой легко осуществимой, при этом, поскольку мы выращиваем виноград в укрывной культуре, сейчас немножко про это поговорим, то для нас такая формировка тоже является самой простой, для того, чтобы потом на зиму растение укрыть, ну и так мы плавно переходим к укрытию, что здесь важно, первое, нет укрывных и неукрывных сортов, есть укрывная и неукрывная культура винограда, то есть способ выращивания один и тот же сорт может укрываться либо не укрываться в зависимости от региона, если вы находитесь в средней полосе, в частности, я рассказываю про Беларусь, то, конечно, лучше всего укрывать виноград, так будет надежнее, так вы точно получите урожай, потому что именно в нашем регионе не столь опасны сами зимние морозы, сколь опасны перепады температур, особенно в конце зимы, в начале весны, для примера, буквально несколько дней назад у нас было то плюс 14, то минус 7 ночью, это перепады очень большие и для растения, но это никак не прибавляет ему силы здоровья, в любом случае решать вам, в любом случае выбирать вам, самое важное, пока кустики молодые, там первый, второй, третий год укрывать надо все, пусть растения набираются силы, дальше, если вы считаете, что лучше растить в неукровной культуре, если вы попробовали у вас эти сорта хорошо растут в этой самой неукровной культуре, можно дальше так и выращивать, то есть тут вы уже смотрите по вашему удобству, по вашему региону, вот мы с вами и рассмотрели основные этапы ухода за виноградником, напомню, что каждый из них имеет определенные подробности, по каждому из них снятое видео под роликом, нажав кнопку еще на ютубе, я вам оставлю ссылки, Яндекс, к сожалению, не позволяет этого сделать, тем не менее, каждый сезон в определенное время, когда нужно осуществлять какие-то работы, мы эти темы освежаем в памяти, разбираем, показываем на конкретных примерах. Конечно, начинающим виноградарем это все может показаться слишком сложно, но вам не надо делать весь этот комплекс работ вот прям сразу, все будет идти поэтапно, и ваши знания, они тоже поэтапно, как бусинки на ниточку будут нанизываться, и в какой-то момент вам на самом деле все покажется не просто легким, а очень легким, и оно того стоит, поверьте, когда вы получите первый полноценный урожай, вы помните, что все это было не зря, и еще, не бойтесь ошибаться, не бойтесь делать что-то не так, виноград растения очень пластичный, и прощает огромное количество ошибок, но за любое ваше старание виноградная лоза отблагодарит вас красивым и вкусным урожаем, ну а на этом я с вами прощаюсь, большое вам спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, под видео нажав кнопку еще, ссылка на каталог наших сортов винограды и мои контакты, до новых встреч,